Друзья, здравствуйте! Как и обещала, снимая видео через полгода, морковки, путь выращивания в продолжение прошло 6 месяцев. Я как и говорила, они будут все просыпаться по-разному. Вот эти морковки более крупные, они проснулись быстрее. Здесь стоят более мелкие, они проснулись чуть попозже, поэтому ростики еще маловатые. Ну, потенциал крупных я, наверное, покажу сразу. Когда ростики, почки проклюнулись, я их посадила. И посадила так, что, можно видеть, рост достаточно глубоко сидит в этом субстрате. И я его практически не поливала, пока он не вышел на стадию, показался из грунта. Значит, там уже где-то рост был прикопан на сантиметра 2, наверное, 2, нет, наверное, на сантиметра даже 3 в архиату. И я немножко грунт опрыскивала, ну, чтобы создать влажность, потому что влажность у меня достаточно уже низкая была, начиналось тепло. И эти взрослые морковки, когда пошел полив, уже полноценный я стала поливать, когда рост вышел за грунт, я стала поливать его на пролив. В этот раз я гидропонику не хочу использовать, но поставила в такую штуку, где может внизу сохраняться вода. И некоторые морковки, те, что пораньше проснулись, вот так вот выходят корнями. Ну, так и буду растить, потому что все равно я грунт сменю на следующий год, поэтому пусть горшки будут маленькие. Чем меньше горшок, тем она лучше и быстрее будет расти. Там на видео видно было цикночи скупери, то же самое. Вот они, два хороших роста. Самое интересное, бульда сохраняются, уже отбитые. И корни хорошо идут, ну, а здесь вот тоже уже немножко вышел корень. Вот, поэтому крупные я поливаю в одно время. Я уже их удобряю, буквально через полив. Я удобряю петерсом 20-20-20. Ну, кому чем нравится, но именно пока универсальным, чтобы они наели. Вот оно тоже. Они такие маленькие были, когда без грунта. А сейчас такие хорошенькие. Смотрю, конечно, чтобы не было клещей. Если увижу, буду обрабатывать. Пока немножко обрабатываю октарой. Ну, на всякий случай, чтобы никто не залез. Дальше морковка. Это у меня деленка я ее купила у Светланы. Клавизета пенанг вальц. Легко. Тоже в архиату посадила. Тоже пошел рост. И я его поливаю по мере просушки. Естественно, удобряю. Моя клавизия. Она отсвела. Я посмотрела по грунту. Пока его менять не нужно. Там очень много свободной коры. Все с корнями не заплетено. Поэтому кушать ей будет. Что? Она дорастет. В следующем году уже поменяем. Здесь маленькие морковки. Маленькие. Они просто еще не доросли. Потому что здесь и мармодес на катазетом. Одна бульба. То же самое. Я очень хорошо их укопала. Поэтому они имеют хорошую корневую. И многие жалуются, что корни, когда поверху, она их куклит. Она их засушивает. А когда они сидят глубоко в субстрате, то они такого не делают. И тоже вышел ростик. И я потихонечку поливаю. Эти я тоже удобряю. Так, здесь та, что позже всех заснула, она позже всех и проснулась. Вон еще клавизия. Вот деленку когда-то покупала. Бульба. Бульба вырастила маленькую бульбочку. Так, здесь у нас вот такая морковка. Тоже проснулась не так давно. Здесь даже попробую откопать. Ай, даже не откопали. Даже корни выше роста вылезли уже. А вот тоже повылазили. Ну, по горшку еще немножечко только. Так, что у нас здесь? Тоже морковка, которую у меня хилила. Сейчас пошел хороший ростик. Тут даже садила те, что думает, а посажу будет рост, не будет. То же самое. Вылез ростик. Тоже очень глубоко укупано. То, что видно цветонос, где там заходит. Так, здесь тоже делила двумя кусками. Тоже дала рост и рост. Причем рост хороший, не худой. Там тоже уже пошли корни. Еще не вылезли. Тоже, наверное, я сегодня буду поливать. Потому что горшки маленькие, они просыхают достаточно быстро. Ну, о таком вот опыте вам рассказываю. Потому что, думаю, многим интересно. Многие не справляются с морковками. Особенно те, что приходят во мху. С ними тоже нужно немножко. Но нельзя сразу взять морковку. Оборвать ей все корни. И потом она погибает у многих. Тут, конечно, у цикночесов. Вот у меня цикночес в Купере. Они одни из самых сложных морковок. Я пока нашла к нему подход. Это достаточно сложно. Это сейчас его легко. Заснул, проснулся, посадил. Вот когда они приходят во мху. Вот есть цикночес варшевичи. Тоже очень красивая морковка. У многих она погибает. Проблема в том, что она держит только одну бульбу. Материнскую. Выращивает рост. Материнскую она съедает. И когда они приходят во мху, нужно вырастить рост. В этом мху пытаться максимально. А потом что-то можно на зимовку отправлять. Убирать корни. Когда у вас уже достаточно долго. И вы нашли к ней подход. С катазитомами проще. Вообще, как бы рекомендую катазитам. Они очень легко растут. Цикночесы это уже людям, которые имеют опыт в морковке. А вообще, они очень красивые, конечно. Очень интересные, красивые. Ну, я надеюсь, было интересно, подновательно. Пока-пока.